Продолжаем фильтровать грязную воду азербайджанской науки, которая попала на страницы книги «Карабах. История в контексте конфликта», изданная в 2014 году в Санкт-Петербурге азербайджанскими горе-академиками. Несмотря на то, что мы делаем это четвертый месяц, тем не менее дошли только до середины, ибо в книге 12 глав говорить мы будем сегодня о шестой главе, веренной Мишадих Адин Ханум Нейматовой, эпиграфические памятники Карабаха. Правда, азероученая не так давно поменяла свою фамилию, вернее, избавилась от славянского окончания «Ова». И теперь она не Нейматова, а Неймат. Видимо, посчитала, что нужно возвращаться к корням и избавиться от советского прошлого. Ведь именно русские наделили захавказских татар подобными окончаниями во времена включения региона в состав Российской империи. Но если даже в этом причина, то Нейматовой и вовсе нужно было отказаться от фамилии и остаться просто Мишадиханум. Ведь ни для кого не секрет, что фамилиями захавкатара наделялись именно благодаря тем же русским. Но об этом мы говорили в наших прошлых лекциях, весенних, и речь сейчас не об этом. Итак, Нейматова – это азербайджанский профессор, член-корреспондент Азербайджанской академии наук, занимается азербайджанской эпиграфикой. Как бы это смешно ни звучало. Ибо если говорить именно об азербайджанской эпиграфике, то наука эта довольно в Азербайджане молодая, как и сам народ. А все, что Баку считает азербайджанской эпиграфикой, на самом деле армянская, албанская, персидская и даже арабская. Примечательно, что с самого начала главы Нейматова, оправдываясь, жалуется, что, цитирую, «Рукописных и нарративных источников по изучению социально-экономических и политических вопросов, а также истории Азербайджана крайне недостаточно». Еще бы. Откуда им взяться? Одно из двух. Либо Азербайджан – древнее государство, но никто ничего не писал о своем времени, потому что страдали поголовной неграмотностью вплоть до графики. Либо азербайджанцы – молодой народ, отчего и нет рукописных и нарративных источников по изучению истории Азербайджана. Третьего не дано. Зато армян вдоволь и рукописного, и нарративного, он полный матенадаран, хоть зачитайся. И на любых языках, в том числе тех, на которых давно не пишут и не говорят. Вот и делайте выводы. Кстати, Нейматова, как нынче модно говорить, частенько палилась в своей голове. Первое палево я уже изложил. А вот и второе. Основной силой исмаилистского движения в Иране на рубеже X-XIII веков являлись ремесленники, городская беднота и крестьянство. В целях борьбы с сельджуками и монголами на временный союз с исмаилитами шли даже отдельные представители иранских феодалов. Мне вот интересно, перед сдачей этих всех ахиней сбойщику, заказчику, все эти авторы хоть как-то посовещались между собой. Понятно, что многие из них умерли, и в книге использованы материалы покойников в том числе. Но живым-то авторам почему не пришло в голову заглянуть на работы своих коллег. В этой же книге, в пятой главе, Вагиф Пириев называет сельджуков предками азербайджанцев. Но уже в следующей, шестой главе, его коллега Нейматова выделяет сельджуков вровень с монголами и выставляет их как пришлый в регион элемент, с которыми боролись иранские крестьяне и феодалы рукообраку. Не совсем понятно, в качестве кого в этом случае рассматриваются азербайджанцы. В качестве иранских феодалов и крестьян или в качестве сельджуков. В качестве иранских не получается, так как это отдельный народ, не имеющий никакого отношения к тюркскому миру. Получается тогда в качестве сельджуков. Тогда снова неувязочка. Если рассматривать сельджуков как предков азербайджанцев, то азероистория об исконности и автохтонности азербайджанцев в Карабахе и, соответственно, в регионе, в целом априори пришлая. Каждый школьник в шестом классе знает, откуда выходцы сельджуки. И неважно, из какой страны этот школьник. Но, видимо, в Азербайджане сама наука на уровне пятого класса. И до шестого пока не дошла. Так сказать, ученые-второгодники. Заглядываем дальше. В селе Малбейли уцелели три памятника в виде каменных изваяний лошади. Грива, седло, стремя и уздечка. На правой лопатке изображена птица. С левой стороны на шее имеется дата. 977 год во Христе. На левом боку третьего памятника изображены розетки, символ солнца и фигура человека, держащего в правой руке птицу. Как известно, у древнетюркских народов существовало божество Умай, покровительствовавшее детям. У ног лошади имеется арабоязычная надпись, почерком СУС, стертая временем. Все как в традициях Азероакадем науки. Все в кучу собрала. И древних тюрок, и арабов, и бог знает еще кого. А теперь по существу. Нейматова рассказывает о памятниках, оставшихся на территории Нагорно-Карабахской республики. В некоем селении Малабиели. Наверняка село нынче называется иначе, в армянском варианте. А может и нет, я не берусь судить, зато возьмусь судить мысль Нейматовой. И сделаю это с удовольствием. Во-первых, 977 год. Глянем на карту. Независимую, естественно. Для этого зайдем в первый попавшийся независимый и авторитетный сайт. Например, сайт материалы истории. Найдем раздел региона в 10 веке. Это Византийская империя. Заглянем в нее. Стрелкой указана Армения, которая обозначена розовым цветом и подписана Армянским царством. Как видите, Арцах, а соответственно и село с каменными памятниками, находится на территории Армянского царства. То же самое нам покажет другой авторитетный исторический сайт карт – Геосинхрония. Здесь легко добыть карты по разным эпохам, разных регионов. В разделе «Восток», если заглянуть туда, то мы увидим ту же самую карту 10 века. Что и до этого. Один в один. Это что касается года, который указан на каменном коне. Во-вторых, символ солнца в регионе почитали исключительно индоевропейские народы. А на то время в этом ареале из индоевропейских народов, почитавших солнце, жили только армяне и ираноязычные народы. И только они могли оставить такую метку на камне. Другое дело, что речь идет о 10 веке. То есть памятник приходится на то время, когда армяне уже вовсю христопоклонны, а ираноязычные взывают к Аллаху, Мухаммеду и Али. Аллах, Мухаммед, Ва-Али. Учитывая, что армяне и по сей день изображают солнца, аривахач, на надгробиях и памятниках, и в шиизме непротивопоказанное изображение небесных тел, в отличие от сунизма, то памятник может принадлежать как армянам, так и иранцам. Хоть как-то нам и сказала обратное, не исключено, что в регионе жили и ираноязычные народы. Да и надпись арабская тому подтверждение. Написано там Сагибу Гу-Яхья, обладатель его Яхья. Армения только оправилась от арабского халифата. Потом была разделена между Византией и Персией. Но то, что памятник зодчества индоевропейской культуры, это аксиома. И карта, повторяюсь, тому подтверждение. Теперь о древне-тюркской богине Умай, которая, как полагает Нейматова, может быть изображена на камне. Обратите внимание на армянский пантеон. Вглядитесь в детали их лиц. Типичные европеоиды. Что говорит об автохтонности этих демиургов. Также обратите внимание на иранский пантеон. Те же европеоидные лица. Те же автохтонные существа региона. Чем-то даже похоже на армянских. А вот та самая монголоидная богиня Умай. Древне-тюркская, о которой сказала Нейматова. Вглядитесь в нее. Похоже ли она на тех автохтонных существ из камня, которых вы видели? Нейматова настолько бессовестно предает своему народу автохтонность, что и богинь своих предков переносит в Закавказье. Нет и не было среди автохтонного населения региона людей с таким типом лица, как у Умай. Умай, как и тенгри, почитались и почитаются в Сибири, на Алтае, в Дальнем Востоке, тюрками и монголами доломаизма. Некоторые тюркские народы Сибири и Алтая до сих пор почитают Умай. Там, где она и зародилась изначально. И если кое-кто соскучился по ней, то чемодан-вокзал Барнаул. Вся глава, веренная Нейматовой, как вы поняли, исключительно рассказывает о памятниках так называемого Азербайджана, того, что к северу от Аракса. Как правило, большая часть из них построена начиная с 15-16 веков. Чаще всего в персидском стиле и арабской вязью. Стиль вязь точно подсказывает, в какую эпоху и кем. У меня на столе книжка очень известного в архитектурных кругах советского археолога и архитектора Александра Леопольдовича Якобсона с закономерности в развитии средневековой архитектуры, изданная в 1985 году в Ленинграде. Книга выпущена и одобрена Академией наук СССР. Я бы рекомендовал ее азероакадемикам, когда будут снова браться за эпиграфику. В ней очень много написано об армянской архитектуре, византийской, персидской и очень мало об азербайджанской. А все потому, что автор все уже сказал в персидской. А так как на то время имела место быть азербайджанская СССР, то сказать чего-то надо было. Тем не менее, почитайте. И, кстати, в книге имеется карта. Обратите внимание, какую страну в регионе вы видите. Верно, это Армения. Азербайджаном и не пахнет. Карта памятников архитектуры 4-8 веков. Наконец, свою главу Нейматова заканчивает следующими словами. Надгробные памятники с различными бытовыми изображениями, эпиграфическими надписями арабской графики, показывают единый быт и высокую национальную культуру азербайджанского народа. Что ж, действительно культура азербайджанская высока. Особенно тогда, когда памятники ее подписаны по-арабски, в персидском стиле и на территории исторических Армении и Кавказской Албании. Азербайджан 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 Азербайджан